Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, если... Здравствуйте, у микрофона Ольга Болезина, и у нас сегодня традиционно Сергей Копанев, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации. Добрый день. Добрый день. Тема наша сегодня, вроде уже затрагивали тему ДТП, но сегодня особый поворот, скажем, ДТП с участием животных. Буквально недавно Охотнадзор выпустил предупреждение, что в сентябре ожидается гон лося. Ежегодные миграции. Автомобилистам следует быть внимательными. На самом деле, в этом году произошло более 30 ДТП с участием диких животных. Я не знаю, по-моему, ГИБДД не ведет статистики по домашним животным, которые попадают под колеса автомобилей на дороге. Известен смертельный случай. Погиб у нас депутат. Вот при ночном таком ДТП на дороге попал всем тоже ребятам лось. Будем разбираться, что делать. Возможно ли как-то там снизить ущерб и так далее. Что делать, если произошло ДТП с животным? Ну и начнем, наверное, с того, как часто вам, как эксперту, приходится с такими вещами сталкиваться. Ну, вообще такие случаи и ДТП с животными, они не настолько часты, как столкновения двух или нескольких автомобилей. Поэтому нечасто. Но, тем не менее, приходится сталкиваться. Чем опасны такие ситуации? Это тем, что повреждения автомобиля при столкновении именно с лосями или с кабанами дикими, они достаточно серьезные. И если при столкновении с кабаном страдает только передняя часть автомобиля, потому как он недостаточно высок, и его отбрасывают при столкновении либо вперед, либо в сторону, то столкновение с лосем опасно еще и тем, что в большинстве случаев при столкновении с автомобилем лось проникает в сам автомобиль. Происходит это из-за того, что, значит, он достаточно высокое животное, центр его тяжести расположен выше капота автомобиля зачастую. И поэтому при столкновении с ним, вся его масса, все его тело показывается внедренным в автомобиль через лобовое стекло автомобиля. Ну а дальше несложно, в принципе, предугадать последствия такого внедрения, потому как весит лось порой до 700, а то и 800 килограммов. А если человек погибает, то получается больше от этого, а не от самого факта столкновения? То есть от того, что на него масса такая? Да, не от самого факта столкновения, от того, что произошло столкновение, причем на высоких скоростях все это происходит, потому что лось появляется на дороге совершенно внезапно и неожиданно. Кажется, что чаще ночью даже, да? Да, безусловно, потому что днем еще можно увидеть и предугадать действия животного каким-то образом и успеть предпринять для этого какие-то действия, то есть снизить скорость, отвернуть, остановиться, пропустить животное, то ночью практически невозможно всего этого сделать. А вам приходилось встречаться самому лично? Я знаю, вы за городом живете или, может быть, где-то в районах, где это случалось? Я вообще активно передвигаюсь на автомобиле и за свою автомобильную карьеру, скажем так, я неоднократно встречался и с лосями, и с кабанами на дороге, но, к счастью, к счастью для меня, значит, ни один случай, ни одна встреча не дошли до прямого столкновения с автомобилем. Вот последний из ярких моментов, значит, в 2015 году я встретился с лосьем днем на въезде в город Киров, на улице Щерса, там, где на въезде расположены заправки Лукоилу и движение. Вот именно в этом месте неожиданно выскочил, причем с левой стороны, со стороны вот садов, которые там расположены, и стал перебегать дорогу. До столкновения вот мне оставалось с ним буквально ну, несколько сантиметров. А что водителю делать при таком происшествии? Когда оно уже случилось или когда еще не произошло? Есть какие-то шансы? Шансы всегда есть, поэтому в любом случае реагировать, в любом случае пытаться остановить автомобиль, потому что чем ниже мы снизим скорость, тем меньше будут последствия в любом случае. А что делать, если все-таки встретились по-настоящему? Все-таки произошло, значит, если мы остались живы и здоровы, выходим из автомобиля и поступаем как при любом собственном ДТП, включаем аварийную световую сигнализацию, выставляем знак аварийной остановки, вызываем сотрудников ГИБДД. Независимо от того, убежал лось или остался на дороге, или в автомобиле застрял при этом, в любом случае алгоритм действий именно такой. То есть произошло ДТП. Что делать при ДТП? У нас четко регламентировано правило недорожного движения, поэтому поступаем именно так, как и предписывается. А если мы на трассе и в ночи? В любом случае мы делаем именно так. А европротокол тут? Европротокол здесь не поможет, потому что вторым участником ДТП у нас является животное. И что здесь с виной водителя? Вина водителя, значит, она может присутствовать не всегда в таких случаях. То есть водитель вполне себе законопослушно может передвигаться с разрешенной скоростью по своей полосе движения, не нарушая никаких правил дорожного движения. Неожиданно появляется дикое животное, ну и происходит наезд на это животное. Поэтому вины в данном ДТП у водителей чаще всего нет. А влияет ли на нее наличие знака, предупреждающего о том, что здесь могут встретиться дикие животные? Да нет, наличие знака 1.27 никаким образом не влияет на наличие вины или отсутствие ее у водителя, потому что, во-первых, знак данный является предупреждающим, и он предупреждает нас о том, что на данном участке дороги могут появиться дикие животные, а могут и не появиться. И отсутствие либо наличие данного знака, по большому-то счету, на вину водителя не влияет. Ну, машина чаще всего страдает. Каким образом? Вот там есть разница кабан-лось, что происходит с автомобилем, наверное, примерно одно и то же всякий раз. Разница в любом случае есть. Вот я повторюсь, что если мы столкнулись с кабаном, то у нас в большинстве случаев пострадает передняя часть автомобиля, это бампер, передняя часть капота, решетка радиатора, возможно, сам радиатор, передние крылья, фары автомобиля. Ну, и может быть, этим и ограничиться. А при столкновении с лосем ситуация немножко иная. У нас пострадает и передняя часть автомобиля, и при высокой скорости, если автомобиль двигался с высокой скоростью, чаще всего, ну, плось проникнет, наверное, в автомобиль. То есть будет повреждено лобовое стекло, будет повреждена, возможно, передняя часть крыши, передние стойки, ну, и внутренняя обивка автомобиля, салона, и зачастую и сидение в том числе. То есть, ну, очень серьезно. Да, серьезное, серьезное достаточно повреждение автомобилю причиняются вот при столкновении на высоких скоростях с лосем, когда он проникает в салон автомобиля. И повреждения получают не только автомобиль, но и зачастую водитель и пассажиры, которые находятся. Нередки случаи, когда, значит, в автомобиле перемещалась семья из четырех человек, и при столкновении семья погибала полностью. Давайте не про столь трагичные случаи, пока только про ущерб автомобилю. Вот вы составляли наверняка экспертизу, да, по таким случаям? А по таким случаям экспертизу-то уже, по большому счету, составлять нет необходимости. Постараюсь объяснить, почему. Вред автомобилю, безусловно, причинен. Но кто его будет возмещать в данном случае? Да, это самый главный вопрос. Ну, вопрос, да, самое главное. В данном случае вред причинен у нас и имуществу, которым будет являться сам по себе лось, то есть при столкновении. И вред причинен имуществу владельца автомобиля, то есть автомобилю. А лось-то, кстати, чье имущество? Лось, согласно законодательству, это имущество государства. Да, это государственное имущество, которое государство контролировать не может. Ну, то есть перемещение данного имущества государство не контролирует, потому как контроль перемещения диких животных может привести к их исчезновению. Поэтому все перемещения, они хаотичные, никем не регулируются. И в данном случае государство за перемещение своего имущества ответственности не несет. Поэтому и возместить... То есть вы сейчас сказали, да, что ущерб вам возместить, наверное, не удастся. Не удастся, да, в данном случае возместить ущерб, потому что предъявить его, ну, вроде бы и есть кому, у нас есть владелец имущества, но в данном случае вот государство ответственности за это имущество и за вред, причиненный этим имуществом, не несет. Попробовать можно, но я думаю, что вряд ли получится. И автомобиль, получается, если есть только... Какая страховка нам поможет, если поможет? Каска. Только каска, да, в данном случае. Ну, либо какие-то специальные программы страхования от столкновений с дикими животными. То есть... В любом случае это будет не обязательное страхование, а, ну, именно какое-то индивидуальное, в том числе и каска. Трагические, получается, довольно случаи. Да, столкновения с дикими животными, они, по сути своей, да, очень неприятны, и возместить вред в данном случае владельцу автомобиля будет некому. Ну, и поняли, что ущерб там такой значительный, если повезло, там и здоровье не пострадало. Да, при таких столкновениях является значительным. Даже если не пострадали жизнь и здоровье. А если брать и другие ДТП с участием животных, которые происходят в городе, кошки-собаки, это же тоже часто происходит. Безусловно, да. И кошки, и собаки не только в городе, но и на дорогах, и не только с кошками-собаками, а еще и с другими, более крупными животными. Это козы, коровы, бараны, овцы. Так, к счастью, у них у всех есть, чаще всего, хозяева. У них есть хозяева, которые должны следить за своими животными, не допускать их свободного перемещения, не допускать их проникновения на проезжую часть дороги. Поэтому в данном случае при столкновениях, при таких и подобных, ответственность несет владелец, опять же, имущество, к которому подносится домашнее животное. Так что ответственность несет хозяин. Есть ли еще какие-то юридические нюансы? Есть нюансы. Мы с вами обошлись стороной. Значит, вот первый случай, когда рассматриваем столкновение с дикими животными, вред, я повторюсь, причинен не только владельцу автомобиля, а еще и имуществу, принадлежащему государству. И в данном случае возмещать этот вред государству мы в любом случае обязаны. А кто с нас спросит? Кто с нас спросит? С нас спросит государство. То есть если мы... Но это происходит, да? Всякий раз? Конечно, безусловно. Они не упускают такой возможности. В любом случае происходит. Есть определенные тарифы за причинение вреда как раз вот убийством или смертью, причиненной по неосторожности диким животным. Есть целая тарифная сетка. Значит, и вот вред, причиненный смертью лося, оцениваться 80 тысяч рублей. Это региональный какой-то тариф или общий, федеральный? Нет, это общие тарифы, да. 80 тысяч. 80 тысяч рублей. А кабан сколько стоит? Так, кабан, я с собой принес, значит, бумажку с тарифами. Кабан у нас будет стоить 30 тысяч рублей. А что там есть еще в вашей бумаге? И вот там много еще, наиболее часто встречающиеся вот в нашем регионе звери, это плось, кабан, медведи, которые оцениваются в 60 тысяч рублей. Дальше волк, лиса, ну, такими, видимо, считаются сорными животными, поэтому смерть их оценивается очень дешево, в 200 рублей всего. Даже кабан дороже. Ну, кабан, безусловно, дороже, да. Ну, я как человек, который к охоте никоим образом, да, не причастен. Скажу больше, зайцы, которые, ну, тоже часто выбегают на дорогу, оцениваются в тысячу рублей. За что так вот с волками и лисами? Не любят, видимо, их у нас. Ну, да, на самом деле, конечно, это не весело. А как это происходит? Вот мы там пострадали, машина, все это нам надо платить много денег. И потом, спустя какое-то время, к нам приходит бумага, явитесь в суд, там, или оплатите ущерб. Вот, слушайте, механизм оплаты штрафов, ну, мне в данном случае неизвестен. И на этот вопрос я ответить, наверное, не смогу. Будем надеяться, что мало кто будет. Каким-то, да, каким-то образом это происходит. В данном случае у нас есть защита в виде страховки ОСАГО. То есть вот эти ущербы, они относятся к ДТП. Поэтому в данном случае ущерб государству будет возмещать страховая компания. Это уже хорошо. Да, если водитель не признан виновным в совершении данного ДТП, то ответственность за него, даже если он и признан виновным, по большому-то счету, ответственность за него несет страховая компания. И вот эти ущербы, причиненные смертью диких животных, они возмещаются по полису страхования. А если животное ранено, то есть тут никаких финансовых для нас дополнительных нет? Нет, тут ситуации, как бы, они тоже, ну, очень неоднозначны, потому что животное ранено, и оно убежало. А еще не говорит о том, что оно не погибло в дальнейшем. Тут проводится расследование, значит, егеря ищут раненое животное, устанавливают, погибло оно, не погибло. Значит, какой вред ему причинен, будут его лечить, либо не будут, если найдут и поймают. Тут все неоднозначно. А вот смотрите, по-моему, для ДТП с людьми есть какой-то срок, в течение которого человек, вот если скончался, но не сразу на месте, то он относится там по статистике к пострадавшему в ДТП, а если там позже смерть наступила, то это уже, она сюда не вписывается, или нет? Вот, слушайте, я не слышал даже об этом. Ну, возможно, это чудеса статистики какие-нибудь. Возможно. Ладно, тогда обойдем этот вопрос. Вернемся тогда к городским происшествиям, да, или там с животными, у которых есть хозяева. Чем такие ситуации отличаются? То есть там в таком же ДТП мы точно так же вызываем ГИБДД, ставим аварийку. Да, все происходит, как при обычном ДТП. Это на езд на животное, или на имущество, причинение вреда имуществу. Поэтому алгоритм действия абсолютно такой же, как при любом ДТП. Ну, а если вот нет хозяина, например, а ущерб мы бы хотели, возможно, и с него взыскать за то, что... Не вреда автомобиля. Да, что, как это происходит? Ну, в данном случае тоже должно проводиться расследование. Ведется поиск хозяина погибшего животного или не погибшего, опять же, животного. Если, значит, сотрудникам ГИБДД удастся установить хозяина животного, тогда претензии имущественные можно будет предъявить хозяину животного. Если хозяина установить не удастся, ну, по большому счету, и претензий предъявлять будет не к кому. А касательно вины здесь, каким образом это выясняется? Каким образом выясняется вина? Я еще раз повторюсь, что хозяева домашних животных обязаны следить за ними, не допуская их свободного перемещения, в том числе по проезжей части дороги. Поэтому в данном случае, если столкновение произошло на проезжей части, вина в любом случае будет на хозяине домашнего животного. Возможно ли какой-то еще моральный ущерб, не знаю, там, встречный, например, да? То есть, ладно, окей, я виноватым за собакой, не присмотрел, но вы меня лишили практически члена семьи. Бывают ли такие иски? Ну, в данном случае, наверное, не моральный ущерб, хотя речь может идти и о возмещении морального вреда в данном случае, ущерб причинен обоюдно обеим сторонам на водителя, как на владельца транспортного средства, как объекта повышенной опасности. Лежит ответственность за причинение любого вреда с применением или использованием этого транспортного средства. То есть, если мы столкнулись с пешеходом, велосипедистом, домашним животным, и при этом водитель не виноват, то в любом случае вред, причиненный здоровью жизни велосипедистов, пешеходов и домашних животных водитель обязан возместить. Но и вред, причиненный автомобилю, должны возместить виновники данного происшествия. Поэтому тут, получается, возмещение у нас встречное, обоюдное с обеих сторон. Так. Если водитель нехороший человек, уехал, собака погибла, кошка, овца. Да, в большинстве случаев такое и бывает. По большому-то счету, при столкновении или наезде на мелких домашних животных водители зачастую даже не обращают внимания на то, что они лишили животное жизни и поставили, собственно, происшествие без внимания. Это ДТП. И все последствия за оставление места ДТП, но у нас законом наказуем. И здесь, в данном случае, согласно правилам дорожного движения, водитель должен действовать, как при любом ДТП, опять же, остановиться, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников ГИБДД. Только так и никак иначе. А занимаются ли их поисками именно по таким случаям? Занимаются ли реально? Не знаю. У меня сейчас перед глазами картинка из каких-то пабликов, в которых две записи буквально подряд. Там фотография собаки, помогите найти собаку, сбежала. Следующая фотография, чья собака лежит, ну, очень похожая животное, сбитая машина, и водитель там уехал. Что здесь вообще можно поделать? Не знаю. Можно только посочувствовать, наверное, в данном случае, потому что, ну, реально что-то сделать, я даже не знаю, как. Мы с вами часто, да почти всегда завершаем наши программы мыслями о том, что необходимо защищать свои права, руководствоваться законодательством, делать всё правильно. Вот сегодня, наверное, впервые мы ещё должны сказать о человечности и о душе, о чём-то таком. Ну, безусловно, да, в данном случае речь идёт не только о вреде жизни и здоровью людей, а жизнь и здоровье животных, которые принадлежат нам, которых мы любим, которых заботимся, и которых, бывает, теряем вот таким образом. Понятно, что это очень неприятно, и хотелось бы этого избежать. Сергей Копанев, руководитель независимой экспертной оценочной корпорации. В нашем эфире мы сегодня разговаривали про ДТП с животными, которых, ну, будем надеяться, не будет. Да как ДТП с людьми, собственно. Чем меньше, тем... Конечно, чем меньше, тем лучше в данном случае. Всем здоровья и удачи на дорогах. Спасибо. Спасибо вам.